Это программа, проще говоря, на телеканале Арктик ТВ. Меня зовут Ольга Щетинникова и мой гость сегодня, любитель зимнего плавания Борис Булатецкий. Здравствуйте, Борис. Добрый день. Давайте сразу с самого интересного вопроса. Вы плаваете в холодной воде в проруби на Семеновском озере, ну практически как в теплом бассейне, долго с удовольствием. Расскажите, а вот как это дается? Ну я начал заниматься с октября месяца, сделал маленький кружок, точнее говоря, залез в воду. Ну спера было чувство страха, все-таки осень, прохладно, вылез, вроде ничего, так вытерся, понравилось. Думаю, надо на следующий день прийти. Пришел на следующий день, ну тоже уже чувство холода, думаю, надо залезть. Залез, еще кружок сделал. Ну где-то секунд 20 где-то я делал кружок каждый день. Вот так каждый день приходил-приходил и не заметил, как уже лед стал появляться, собственно, на озере. Вот с каждым разом, вот каждый день прихожу купаться Семеновское. Первое ощущение, самое запоминающееся. Вот что вы запомнили, что чувствует человек, который никогда не плавал в холодной воде, когда он в нее окунается впервые? Чувство холода. А когда вылазит, уже чувство гордости за себя, что он преодолел все-таки холод. Потом покалывание по телу присутствует. Как бы так. Что вас подвигло на такой шаг? Много. Во-первых, дикое желание попробовать это. Как-то разнообразен жизнь свою. Да и пожилые люди, которые занимаются. Я видел как-то дедушка очень старенький. И вообще там в таких годах, что дожить до этого возраста уже как бы... Слушайте, ну вот у домика моржей, ну в принципе, место-то такое достаточно тихое, а не у дороги. Как вы там оказались? У нас в городе Мурманск это единственное место, где можно окунуться. Там постоянно сами же моржи чистят прорубь. Мы сами вытаскиваем лед каждый день перед купанием. Очень комфортно. Можно раздеться. Там присутствуют раздевалки мужская, женская. Там тепло. Комфортно. Поэтому туда, только туда. Как познакомились с нашими мурманскими моржами? И что вас удивило, когда вы увидели эту компанию, где женщины, дети, пожилые люди, мужчины крепкие? Я начал думать, каким образом попасть. Надо же как бы в клуб попасть. Не просто так, там всегда замок висит. Залез в Яндекс, нашел моржи города Мурманска, залез в группу, познакомился с Александром Рожковым. Он там основной человек, который может записать в группу. Он предложил прийти в выходной день. В выходной день с 11 до 12. Он почти каждое воскресенье присутствует. Можно прийти к нему и записаться. Вот он объяснит. Там вводный инструктаж сделал. И так вот начал ходить каждый день и заниматься туда, купаться. Чем вам помогает ваше увлечение? Как изменилась ваша жизнь с октября месяца? Ну, может быть, это как-то связано... Какое-то продолжение. Вы занимались спортом до этого. Может быть, состояние здоровья как-то заметно улучшилось? Ну, по состоянию здоровья, конечно, очень сильно. Ну, во-первых, я болеть перестал. У меня проблемы с горлом были регулярные, насморк. Сейчас за последнее время купаюсь, ни насморка, ни горло не болит. Колено прошло. У меня колено, проблемы с коленом были. Мне уже спорта как бы мало получается. Я лыжами увлекаюсь, коньковым ходом, коньками зимой. И вот, чтобы разнообразить свою жизнь, решил заняться зимним еще до кучи. А, еще в спортзал хожу. Ну, в спортзал уже как бы времени нету, уже на спортзал. Но вот нагрузки, которые получаешь в воде, да, свыше минуты, допустим, если купаешься, вот бывалые моржи говорят, что это равносильно спортзалу. Поэтому надо как-то чередовать либо спортзал, либо купание. Когда свыше минуты купаюсь, я где-то уже порядка двух минут купаюсь. Вот, это за три месяца, можно сказать, такой результат. Ну, я не специально там сижу и дрожу. Нет, я комфортное купание, скажем так. То есть я купаюсь за того момента, пока мне хорошо. Вот, а когда уже чувствую, что там подмерзает, тело сковывает холод, руки подмерзают, думаю, надо вылазить. Я стал замечать, что это время как бы оттягивается с каждым разом. То есть плаваешь, плаваешь, довольный, приятно. Специалисты говорят о том, что просто так прыгать в воду, в холодную особенно, нельзя. Вот скажите, какая нужна подготовка для того, чтобы, ну, действительно комфортно плавать и для того, чтобы не заболеть? И вообще, какие действия нужны для того, чтобы не заболеть? Ну, видите, я как бы летом пытался что-то такое сделать. Я в ванной там холодной воды тазик набирал, именно ледяной из-под крана поливался. Но ощущения совсем разные. Контрастный душ, либо поливание с тазика, даже на улице в деревне поливался с тазика там в нулевую температуру в сентябре. Ну, это не то. Окунуться в воду, это совсем другое. Там объем воды холодной, которая тебя охватывает. Вот, совсем другие ощущения. Кто вас поддерживает в вашем увлечении и как? Может быть, вы собрали группу единомышленников? Я всех пытаюсь мотивировать, позвать с собой. Ну, все что-то как-то боятся. Так меня поддерживают все родные. Мама, сестра, брат, племянница. Вот, она приходит порой меня на телефон записать. Но пока только на берегу. Да, только на берегу. Вот, ну, ни в какую. Вот, я их все мотивирую, объясняю. То, что это не обязательно там плавать, там круги нарядать. Просто окунуться. На крещение же мы приходим купаться, и правильно? Вот, никто же не задумывается о том, что там холодно, что-то. Также можно прийти, просто окунуться в ледяную воду, и ничего от этого не будет. Ну, конечно, надо подготовиться, там, сходить к врачу, посмотреть, нет ли какие-нибудь заболевания, там, стадии обострения. Просто так не стоит. Надо, сперва, посоветоваться. Что вам сказал врач, когда вы пришли посоветоваться? И как изменилось состояние здоровья, что находят врачи сейчас? Ну, я перед летом, перед купанием прошел полное обследование в плане УЗИ, там. Это чисто для себя. Я как бы сам, мне было интересно в конце сезона, как это будет. То есть я сделаю обследование в конце сезона зимнего, и я думаю, можно будет результаты какие-то посмотреть. Сейчас я себя чувствую превосходно, и особо даже не переживаю ни за что. Травма колена, о которой вы сказали, как много лет назад случилось, и вот когда наступил момент, когда вы вдруг перестали его чувствовать? Ну, парадокс в том, что травму я получил еще в молодости, лет в 20, наверное, то есть как получилось, возвращались в походе с рюкзаками, жарко было, ну, в Мурманске, и я залез в воду холодную. Сверху было тепло, а внизу был холод, и тут ни с того ни с сего почувствовал боль. Ну, то есть вылез из воды, все нормально, почувствовал боль в колене. Ну, доктор сказал, что это застудило. И где-то лет в 40 она дала знать о себе. Постоянная боль в колене, постоянно там... На МРТ показалось, что это застарела травма мениска. Сказали, что можно оперировать, но можно и не оперировать. Ну, я так жил с этой болью, а тут что-то случайно стал замечать, что нету боли. Ну, как бы травма никуда не делась, но просто боль ушла. Вот сейчас я бегаю на лыжах вообще прямо в удовольствие. Даже не бинтую ногу, вот у меня эластичный бинт, там, трехметровый, раньше пользовался, сейчас не... Вообще без проблем. У вас есть дочь. Расскажите о вашей дочери, сколько ей лет, как ее зовут и увлекается ли она спортом. Дочь зовут Вероника, ей 20 лет, занимается она фитнесом, ведет здоровый образ жизни. Так же, как и папа, примером от меня. Но вот в ледяную воду она еще пока никак. Она учится в Нижнем Новгороде, приезжала на выходные, точнее, на каникулы новогодние. Приходила со мной на Семеновское. Я говорю, давай хотя бы окунуться. Она говорит, нет, мол, типа того, что я боюсь. Я думаю, этот вопрос мы будем решать летом, скажем так. Ну, у нее насморк тоже постоянный, вот, болеет. Я говорю, ну, посмотри на меня, я же не болею, у меня ни насморк, ничего. Хотя раньше это было, присутствовало. Я думаю, летом мы займемся этим вопросом. В любом случае, такие резкие перепады температуры, холодная вода, это преодоление себя. Вот скажите, сейчас вам легко, то есть вы приходите с работы и бегом на Семеновское озеро. Ну, или бывают какие-то сомнения? Может быть, сегодня на диване полежать? Ну, знаете, преодоление холода, это как бы каждый раз получается. Ну, бывает, музыку послушаешь какую-нибудь, идешь, для настроения, поднятия. Но не всегда бывает настроение, когда приходишь. Потому что порой, вот, ну, там проблемы какие-то, без настроения приходишь, такой, и порой не хочется. Вот вечером я купаюсь в основном, и усталость еще накатывает. Вот, придешь искупаться, вылезешь, и как бы второе дыхание появляется, и опять что-то движуха начинается. Энергия как бы появляется откуда-то, жить хочется. Очень помогает вечером окунуться, уставшему человеку, в холодную воду. А вообще, вот это вот хорошее настроение, вот это состояние позитива, оно накапливается? То есть, если сравнить вашу жизнь до октября прошлого года и вот за эти месяцы, какие-то изменения, какие-то трансформации есть у вас в сознании и в настроении? Ну, я вообще сам человек позитивный. Вот, но холодная вода, она помогает. Вот, даже сложно как-то объяснить. Просто каждый раз, когда вылазишь из воды, еще постоишь на свежем воздухе, то есть, там, не обязательно сразу бежать. Ну, это, как бы, начинающим, конечно, надо сразу идти в помещение, вот, чтобы согреться, не стоит там ходить, там, что-то второй раз особенно лезть. А тот тоже себя чувствует более-менее. Можно по снежку походить тоже, очень приятно. Настроение поднимается. Да, что-то изменилось в жизни, я бы сказал бы даже. Вот, сейчас я людей мотивирую тоже, предлагаю попробовать хотя бы просто окунуться. Вот, меняется в жизни. При этом лыжи и коньки остались в вашей жизни? Да, обязательно. Ну, это, как бы, нагрузка слишком большая получается. Вот, я в выходные обычно с утра иду окунуться в прорубь, а где-нибудь днём уже в долиную-то иду на лыжах, ну, там бегать, там, горки, там, вообще, там, прекрасно бегаешь, носишься. Вот, а коньки, ну, не каждый будничный день, а один из будничных дней, я посещаю с племянницей каток, у нас два катка в городе Мурманске, вот, обязательно катаемся на коньках. Если бы вы занялись плаванием в холодной воде раньше, когда Вероника была маленькой, вот сейчас, глядя на своих единомышленников, тех, кто уже с полной уверенностью называет себя моржом и приходит с детьми, восьми, десяти лет мы видели ребят там, вот вы бы окунули такого ребёнка в воду? Прежде всего, как бы, если я раньше занялся, вообще, как бы, я жалею, что я раньше этим не занялся, надо было раньше этим заняться. Это окунуть ребёнка в воду, ну, во-первых, он в сознательном состоянии, да, там, лет шести, семи, он уже будет понимать. Более, меньшего ребёнка не стоит, конечно, окунать, чтобы не получить каких-то осложнений. Прежде всего, с ним надо поговорить, есть ли у него желание, вот, а если у него есть желание, если в глазах у него что-то, у него что-то согорелось, тогда есть, конечно, смысл его подбодрить. И опять же, без фоматизма, там, немножко окунулся и вылазит сразу. Не стоит там каких-то подвигов совершать в воде. Крещенские купания в Мурманске, как правило, у нас крещенские морозы в эти дни, две проруби, и очень многие люди приходят без подготовки и сразу в воду. Вот на ваш взгляд, стоит так делать или всё-таки нужно готовиться? Ну, вы знаете, я вот сколько купаюсь, я стараюсь голову не мочить. Потому что, когда ты с головой окунаешься, всё же какие-то процессы в голове, там, может, что-то, лоб заболеть или ещё что-то. Я даже с людьми разговаривал, вот, они говорят, что-то как-то мне не очень понравилось. Я говорю, почему вам понравилось? Вы с головой окунулись? Я говорю, да. Я говорю, ну, он, говорит, начал показывать, вот, что-то у меня там голова заболела. Я говорю, не надо с головой окунаться, вот, для этого достаточно просто окунуться по шее. Ну, это в крещенцах купания, там, традиция такая, три раза окунуться с головой. Я не буду её оспаривать. Вот, поэтому, а вообще, я бы советовал, если просто купаться, не мочить голову, либо в шапочке. Вот, резиновые шапочки пловцы, если обратить внимание, что зимой пловцы, когда заплывы устраивают, они купаются в зимних шапочках. Я пробовал и в шапочке для бассейна купаться, и без. В шапочке теплее гораздо, оказывается, я ещё не поверил, думаю, да ладно, и вправо теплее. Прежде всего, да, не окунаться с головой, вот, и не надо слишком много находиться в воде. То есть, окунулись раз-два, там, главное, регулярность. Там, через день ещё раз пришли, раз-два, а потом вы же сами заметите, что со временем вы захочете ещё больше, больше проплыть там, и вам будет комфортно, нравиться. Уже не будет такого барьера, холода. Будет самому нравиться. То есть, ощущения должны быть комфортные, и главное правило без фанатизма. Да, прежде всего, должен быть комфортно. Да, я понимаю, что это холодно, да, но всё равно ты вот чувствуешь, чувствуешь комфортно. Ну, может, если боишься, пригласить с собой друзей, чтобы они подбодрили тебя, родственников, детей. В выходные дни прийти там папе окунуться, а дети на тебя будут смотреть. Это будет удовольствие, там, побегать за ними. Вот, как бы, должна мотивация какая-то быть, хотя маленькая. В канун крещения по телевизору часто показывают сюжеты из Якутии, например, где минус 40, а то и минус 50, и люди всё равно окунаются в холодную воду. Вот вы общаетесь с кем-нибудь из своих единомышленников, может быть, в группах в интернете, из других регионов, более холодных, чем в Мураде? Ну, вот в этом году погода нас порадовала на крещение. Такое было минус 25, было минус. Я купался непосредственно не ночью, потому что народ много было. Я купался 18-го днём, часов 17, и потом пришёл 19-го тоже купался, где-то с утра, там, до 11 утра. Погода была 20 и ниже. Вообще здорово было, приятные ощущения. То есть это тёплая погода, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, вот у нас с октября месяца, где-то, я помню, два раза опускалась температура до минус 18. Для меня нормально. Для меня комфортная температура – это до минус 15. Ещё зависит от ветра. Если сильный ветер, да, там, как бы, немножко чувствуешь дискомфорт. А если ветра нету и морозит, это вообще прекрасная погода. Вот ветер, ну, всё-таки, не знаю, остужает. Так что, а вот с кем-то делиться опытом, единомышленниками с Якутией я ещё не пробовал. Но я думаю, всё впереди будет. Здесь, в Мурманске, вы говорите, порадовала погода. Так вот, какие были ощущения при этих минус 20 с хвостиком? Ну, я думал, мне холодно будет, оказалось, нет. Я также стандартно покупался свои, там, где-то две минуты, вот, получил удовольствие. Я даже постоял ещё там, ну, в общем, и даже не заметил, вот, скажем так. Я думаю, надо как-нибудь попробовать где-нибудь в Якутии при более низких температурах. Но это в будущем, я думаю, есть к чему стремиться. Как ваше увлечение помогает вам в жизни, может быть, в работе? Что изменилось? Как, может быть, вам стало легче преодолевать какие-то сложности, ставить какие-то более серьёзные, более амбициозные задачи для себя? Знаете, это сложный вопрос, как бы, потому что, я говорю, недавно занимаюсь, я на этом останавливаться не буду. Конечно, в жизни, я думаю, что должно измениться, собственно, потому что купание в холодной воде, это всё-таки играет свою роль какую-то в жизни, оно оставляет отпечаток. Самый главный не останавливаться на этом, на достигнутом. И дальше. Что касается ваших сотрудников? Приходите на работу, работаете вместе. Работа у вас связана не только с собственным трудом с решением, но и с физическими задачами. Вам не кажется, что вы стали как-то вот сильнее обгонять их, ну, все в пятницу отдыхать, а вы на озеро? Ну, я как бы, это, я работаю в другом городе, скажем так, поэтому я ещё не знаю, как они относятся к этому. Я в отпуске пока. Ну, сложно ответить. Я не знаю, как будут относиться к этому. Вы сказали, что у вас есть план. Расскажите нам о ваших планах. То есть, как вы собираетесь дальше развивать своё увлечение? Как меняться, как увеличивать, может быть, наращивать темпы? В планах самое главное не пропускать. Вот, купание. Купаюсь каждый день. Ну, и с каждым разом там один кружок, уже два, уже почти три круга делаю, то есть не спеша всё это. Хочу заняться бегом с голым торсом. Это как бы там свои нюансы какие-то. Всё-таки бежишь, ветер дует. Но это надо разделить тоже, купание и бег, потому что эти две нагрузки в один момент не получится. А к бегу тоже нужно приучать себя с тёплым временем года? Или вот прямо сейчас буквально? Ну, у нас сейчас тепло на улице. У нас тёплая зима в Мурманске в этом году. Вот как вы планируете? Да, эта зима выдалась сравнительно тёплая. Я думаю, я не буду особо ждать лета. То есть, выбежал и побежал. И, конечно, соответственно, слушать своё тело. Как оно относится к этому. Если вам некомфортно, то стоит прекратить. А если комфортно, почему бы нет, почему бы не бегать? Я обязательно с собой чай приношу. То есть, после того, как какие-то процедуры холодные провёл, то есть, одеваешься быстренько и потом чай принимаешь. То есть, помогаешь организму восстановиться. И занятие окунания в холодную воду, также время для восстановления организма должно быть. То есть, нельзя там утром и вечером. Хотя, не знаю, может, утром и вечером тоже можно купаться. Какие особенности в питании? Сейчас очень много говорят о здоровом образе жизни, о правильном питании. А вот человеку, увлекающимся зимним плаванием, какие особенности в питании и во времени приёма пищи до-после купания? Как это правильно делать? Да. И вот когда в спортзал идёте, вы же так же... Зимнее купание – это можно приравнять к спорту какому-нибудь. Потому что всё-таки нагрузки идут серьёзно на организм. То есть, соответственно, как в любом виде спорта, вы не будете наевшись, да, либо с голодным желудком заниматься. После еды должно время пройти. То есть, нельзя на голодный желудок окунаться, потому что всё-таки нагрузка идёт хорошая на организм. Стресс идёт, всплеск адреналина в крови. Удовольствие несравнимое. Некоторые специалисты рекомендуют в холодное время года тому, кто много времени будет проводить на улице, кушать борщ, что он якобы согревает организм. А вот что нужно кушать человеку, который занимается зимним плаванием, который собирается вот через 2 часа идти в прорубь, что лучше кушать, что согреет организм? Вы когда-нибудь об этом задумывались? Я вообще никогда не задумывался. Это такой вопрос интересный. Обычно надо думать о том, что как согреть организм после купания. Это нужен чай. Именно только, опять же говорю, в одетом состоянии. Ни в коем случае раздетым. То есть, зашёл ты и раздетым согреваться чаем нельзя. То есть, сперва надо одеться. А потом уже попить чайку. А так, перед купанием, я не знаю, мне почему-то хочется борща с салом. Почему-то именно после купания для восстановления энергии хочется борща с салом. Точнее говоря, очень люблю. Ну, вы не употребляете спиртного совсем, мы об этом знаем. А вот некоторые люди бытуют такое мнение, что либо до окунания в ледяную воду, либо после него нужно согреться. Ну, да, я бытует мнение. Ну, вы же, когда в спортзал приходите, опять же, переравняю спортзал, вы же рядом со штангой бутылку пива не ставите. Типа сейчас я бутылку пива попью и буду 60 килограмм толкать. Это всё-таки спорт какой-то. Не стоит употреблять алкоголь. Идёт нагрузка на сердце, идёт нагрузка на сосуды. Вообще, говорят, зимнее купание – это тренировка сосудов. То есть, мы тренируем свои сосуды, кровь туда-сюда бегает. Даже в те места, там, где нету, кровь редко поступает. На сердце вода текёт. Чувствуется после купания какой-то жар по телу пробегает. Ну, когда уже согреешься, уже такое чувство, знаете, как горчичники к нам ставили, горчичники снимаешь. Вот по всему телу эффект тепла такого. Это после уже, когда оденешься, ещё один эффект тепла такой происходит. Очень приятно чувствовать. Ну, и какой совет вы бы дали тем, кто пока только задумывается об этом, пока только ходит, смотрит со стороны, может быть, или пока только смотрит по телевизору? Совет. Совет. Ну, прежде всего, надо решить для себя, хотите вы этого или нет. А если вы хотите, вам нужна поддержка. Поддержку в роли родных берите, да, они вас поддержат. То есть, вам будет проще окунуться. Вот, и самое главное, не торопиться, вот, самое главное, регулярность, регулярность, и вперёд, не надо ничего бояться. Вот, окунуться, и будет счастье. Спасибо вам большое за интересный разговор. Мы надеемся, что после этой беседы много мурманчан присоединятся к вашему увлечению, именно здоровым образом жизни, не обязательно плаванию в холодной воде, но к спорту, к здоровому образу жизни. Мы желаем вам успехов, мы желаем вам достичь тех высот, которые вы себе наметили, и не останавливаться на достигнутом, идти дальше. Спасибо вам большое, до свидания. Спасибо вам, всего доброго, всем здоровья. Это была программа «Проще говоря» на телеканале Арктик ТВ. Моим гостем сегодня был любитель зимнего плавания Борис Булатецкий. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...